Всем привет, с вами iMoon. В этом видео я расскажу вам, как устроен мой трек, который называется Milky Way. Трек вышел на лейбле Awa White, это саблейбл Black Hole Recordings, и получил неплохую поддержку от диджеев по всему миру. Milky Way звучал в шоу Армина Ван Бюрна из State of Trance, его играл Фейри Корстен, Али и Фил играли его в своем радио-шоу Future Sound of Egypt, и Алекс Морф признал его лучшим треком недели в Universal Nation. Ну и слушателям трек, конечно же, пришелся по вкусу. Это первый выпуск разборов треков в подобном формате, и перед тем, как мы начнем, я хочу выразить огромнейшую благодарность всем тем, кто поддержал это видео и мое начинание финансово при помощи донатов. Ребята, вы лучшие! Подробнее о том, как поддержать меня и эту рубрику, чтобы новые видео выходили постоянно, я расскажу в конце этого видео, и дополнительную информацию вы найдете в описании к ролику и в моей группе ВКонтакте. Ну а теперь начинаем! Вот так выглядит проект, и может показаться, что тут не так уж и много дорожек, но это все потому, что проект сгруппирован по основным категориям. Лично мне удобнее работать с треком, когда все на своих местах и разложено, как говорится, по полочкам. У меня в треке есть свой цветовой код, все это безумие красок на самом деле не просто так, это не рандом, например, хеты у меня желтого цвета, лиды зеленые или синие. Мне так проще ориентироваться, я понимаю, где что у меня находится. Давайте начнем по порядку. Для начала я выключу все эффекты на мастер-канале, чтобы вы слышали звук без приукрасы и без финального мастеринга. Но исключение мы сделаем для одного плагина, который называется BX Digital V2. Этот плагин всегда активен у меня по умолчанию, и самая важная роль, которую он выполняет, это функция Mono Maker, которая позволяет свести все, что ниже 175 Гц у меня, например, в моно. Этот небольшой лайфхак позволяет мне не особо беспокоиться о моносовместимости. Тут еще активно небольшое стереорасширение, но давайте сбросим его на 100%. Такое значение у нас по умолчанию. Для чего мне нужен этот плагин и как он упрощает мне жизнь, я расскажу совсем скоро, когда мы перейдем к басам. Итак, у нас в группе, собственно, как нетрудно догадаться из названия, находится бочка и басы. Звучит это все вот так вот. Давайте даже перемотаю вот сюда, где играет роллинг-басы. Бочка у меня состоит из двух слоев. Первый слой, который называется Top4Kick, отвечает за высокочастотную и среднечастотную составляющую кика, то есть он добавляет ему немножечко характера, что ли. То есть, например, вот так он звучит отдельно. Вот так все звучит вместе. И бочка без этого слоя звучит вот так вот. Более сухо, менее интересно, на мой взгляд, поэтому я добавил вот этот слой. Давайте посмотрим, как он устроен. Здесь у нас присутствует простенький сэмплер, который встроен в мою Digital Audio Workstation, который называется Reaper. Здесь я использовал сэмпл из библиотеки Венжинс Клаб 5. Это бочечка, которая обрезана по низам, как видно из этого эквалайзера. То есть, если мы отключим эквалайзер. Звучит это как-то так. Достаточно ужасно, пережато. Но поскольку нам нужны только верха от этого кика, верха и немножко середины, то нормально. Перейдем к следующему слою. Это уже главная бочка. Она у меня выкручена на очень хорошем VST-инструменте, который называется Big Kick. Я очень рекомендую его для использования в uplifting и transtrack'ах. Для прогрессива он мне уже не настолько нравится. Если будем разбирать какой-нибудь прогрессив трек, я расскажу, какой я использую в прогрессив треках Kick. Итак, здесь у меня бочка выкручена при помощи синтеза, собственно, бочки и двух сэмплов. Если мы их выключим, то это будет звучать вот так вот. То есть, чисто вот синтезируется вот этой секцией. Здесь тоже идет лейеринг. Если выключить барри, то есть тело бочки, то это будет звучать вот так. Здесь достаточно тихий сэмпл, который, мне кажется, даже если вы выключите, особо ничего не поменяется в бочке. Но он не мешается, поэтому пусть будет и говорится. Что еще можно рассказать про бочку? Давайте я выведу сюда анализатор, чтобы вы видели, как бочка выглядит. Она занимает у меня 1 восьмую такта. Сделано это для того, чтобы у наших басов было место. Если мы сейчас включим басы, вперед забегаем. И выключим бочку, то мы видим, что как раз здесь местечко для бочки. И вместе они создают грув кач. Если говорить про обработку бочки, то здесь я использую не так уж и много всего. Вообще очень мало всего. Это линейный эквалайзер, который называется E-Quick от DMG Audio. Чем он хорош? Тем, что он работает в линейном режиме, который позволяет избежать всяческих фазовых сдвигов, что на Kiki очень плохо. Потому что если будут фазовые сдвиги, вы будете пользоваться обычным эквалайзером, то у бочки может, скажем так, смазаться, поехать атака. И это будет звучать не очень хорошо. При использовании обычного эквалайзера качество у бочки теряется. Поэтому всем настоятельно советую использовать все-таки линейные эквалайзеры для обработки бочки. Ну и здесь у меня еще есть фильтр. Фильтр тоже встроенный в Reaper. Хорошая вещь. Не кушает много ресурсов. Использую его везде, всегда в своих треках. Он нужен исключительно для автоматизации. Когда нужно постепенно, допустим, убрать кик. Или вот так. Что еще можно рассказать? Наверное, постараюсь объяснить, почему у меня такой вот безумный эквалайзер на бочке. Давайте послушаем. Если, например, его выключить, ну, она будет звучать менее четко, менее панчиво. Занимался всем этим безумием я уже, когда работал над дропом, когда у меня были все инструменты. Давайте послушаем, как все звучит вместе. Сейчас я выключу обработку на бочке. И сразу получается бочка утонула. Финальную настройку кривой эквалайзера я делал во время работы над дропом, так как именно в нем собрано наибольшее количество инструментов за весь трек, которые звучат одновременно. И если во время дропа бочка звучит отлично и не тонет, не пропадает, не заглушается другими инструментами, то и в других частях аранжировки она будет звучать хорошо. Ну и вот таким вот экспериментальным путем у меня вышла именно такая вот кривая, чтобы бочка звучала хорошо на всем звуковом спектре во время дропа. Ну и в соло бочка звучит довольно хорошо, что немаловажно. Давайте переходить к басам. Басы у меня состоят аж из пяти слоев. Давайте быстренько по ним пробежимся и послушаем, как они звучат. Этот бас отвечает у нас за сабы, за саббейс. Этот бас у нас немножечко расширяет тот самый саббейс. Вместе они звучат вот так. Уже более энергичные апплифтва, но для того, чтобы апплифт был апплифтным, нам обязательно нужны роллинг-басы, которые выглядят вот по нотам примерно так. Есть еще и второй слой, который выглядит уже немножко по-другому. Они играют в октаву и звучат вместе вот так. Немножко они раскиданы по стерео. Вот этот бас у меня играет больше в левом ухе. И вот этот в правом ухе. Вместе они вот дают такую картину. И еще один дополнительный бас, который он такой играет немножко на серединке. Тоже добавляет такого, не знаю, хруста что ли, какой-то атмосферы. То есть вот без него как-то менее жирно звучит с ним. Звучит пожирнее, поплотнее, что еще нам нужно для хорошего апплифтинг-транса. По-моему, достаточно драйвово и круто, как это все вместе уживается. Давайте смотреть каждые басы по отдельности. Начнем мы, я думаю, с саба. Все-таки он очень важный. Он задает всю энергетику треку. Вот так это будет звучать, если мы включим чисто бочку и сабовые басы. Ничего не напоминает. По сути, этот бас это псай-транс бас, который пришел к нам из одноименного поджанра транс-музыки. И он очень круто работает. Я очень часто использую подобные псай-басы для подложки. На мой взгляд, они идеально работают. Данный бас выкручен у меня на синтезаторе, который называется Serum. Очень крутой синтезатор. VST-инструмент. Очень всем его советую. Вообще, мастхевная штука. Serum — это вещь. В дроби он уже будет звучать у нас с изменением тональности. Добавили немножко ширины. Давайте разбираться подробнее, да? Так, включим соло-группу басов и бочки и вернемся куда-нибудь ближе к началу. Итак, пара слов, почему же именно вот писать транс-бас. Когда-то раньше я писал псай-транс и наиболее, мне кажется, одна из фишек, которая мне запомнилась в псай-трансе, это вот тот самый бас, который пишется. Вот три нотки таких. Здесь у нас играет кик и после этого играют три ноты и это очень крутой динамичный ритм. Чем еще хорош такой вот псай-транс-бас? Тем, что он не плавает по фазе и достаточно такой плотный, никуда не гуляющий. Давайте покажу вам форму волны, я уже ее показывал. Так, куда-нибудь сюда давайте. Опять же, видите, бас вверх-вниз никуда не гуляет, он посерединке играет, каждая новая нота повторяет предыдущую. Идеально. Давайте продолжим деконструировать трек, для этого, мне кажется, будет хорошей идеей отключить все плагины, которые у нас есть в обработке на этом басу. И вот без обработки бас будет уже звучать немножко по-другому. Я забыл включить соло, ну ладно, исправляюсь. Что я делал для обработки баса, так это я повесил сверху ОТТ. Достаточно мною любимый плагин, который неплохо так уплотняет любой звук, это мультибенд компрессор. И чтобы было еще больше драйва, я его частенько использую. Далее то же, что обязательно я всегда вешаю, это Volum Shaper. Работает он по аналогии со всякими разными сайтчейнами, просто вырезает место под кик, он тоже мультибендовый, на басах он убирает больше, больше этого самого баса, где-то здесь была кнопочка соло, я ее потерял. Мне кажется, я все сломал. Ладно. Так, ну неважно. И благодаря вот этому месту, которое появляется под кик, у нас получается такое хорошее сведение, потому что если убрать Volum Shaper, наш сайтчейн эффект, то бочка накладывается на бас и вот получается такая не очень красивая картина. Вот мы включаем и все лишнее куда-то исчезло. А это все потому, что под свои частотные спектры у нас появляется место. Далее эквалайзер. Немножечко я подрезал сабов. Совсем чуть-чуть. И стереорасширение. Да, на басах, на сабах. И здесь мы можем вернуться к тому самому плагину, который висит у меня на мастер-шине и называется BX Digital V2. Собственно, он позволяет мне вот такие стереорасширения делать без ущерба для моносовместимости. То есть, если мы его выключим, стерео заиграло по басам. Если вы слушаете в наушниках, я думаю, вы услышите разницу. А так, без стереорасширения звучит все в моно как-то неинтересно. Звук не широкий. Хотя все гайды, которые я знаю, запрещают расширять басы, я вот так на них немножко забиваю, обхожу эти правила и расширяю даже саббейс. Далее у нас идет следующий бас, который называется Bass White. Как нетрудно наверное догадаться из названия, он отвечает за еще большее количество ширины. Помимо ширины он добавляет еще тембральной окраски. И наш бас становится не таким Psy-Trans все-таки Psy-Trans бас для Uplifting транса. иногда работает, иногда нет, но иногда хочется более классического звучания и поэтому я добавляю вот такую штуку. Тут тоже достаточно все довольно просто. Здесь у меня какой-то пресс, который мне понравился. Звучит у нас Spire и используется следующая обработка. Давайте посмотрим. Собственно сам Spire понятное дело. Снова OTT. Volume Shaper для Sidechain и для того, чтобы освободить место под kick. Equalizer, где мы тоже немножечко срезали сабов. Даже уже побольше, чем на subbase. Да, определенно побольше. И снова расширение. Здесь еще больше расширений используется, потому что здесь отрезаны сабовые частоты, поэтому можно еще больше разгуляться. Давайте все это выключим, послушаем, как звучит без обработки. Видите, как гуляет фаза на сабах? То есть баст то громче, то тише. И для основного баса этот пресет совсем не годится. Поэтому я здесь просто отрезал низкочастотную составляющую совсем. Но для того, чтобы сделать звук еще ближе, еще плотнее, мы снова используем OTT. Сайдчейн понятно, зачем, не буду объяснять. Эквалайзер тоже понятно, зачем отрезать. Отрезать басы, отрезать сабовые частоты и расширение. Без расширения он в принципе неплохо звучит, но с расширением будет лучше. Так подумал я и расширил его. Следующий бас, это у нас идет Edit, это у нас глубокий бас. Здесь достаточно все просто. У нас здесь используется инструмент Native Instruments Massive, тоже очень любимый мной синтезатор, мастхевный. Когда-то давным-давно, одно время, я только на нем все и крутил и писал. очень жирный и собственно как видно из названия массивный. Он оправдывает свое имя и это здорово. Давайте послушаем как он звучит без обработки. Выключим все и пройдемся по порядку. просто бас, который играет одной нотой. Идеальный бас для пэдов на самом деле. Далее у меня здесь идет обработка из эквалайзера. Тоже обрезаем саб частоты. LFO Tool не знаю, вот решил поэкспериментировать в этом треке и вместо Volum Shaper использовал в некоторых дорожках LFO Tool. Но как-то он у меня не прижился. Не всегда он почему-то у меня работает, поэтому мне удобнее использовать Volum Shaper. К тому же там есть Multiband. Здесь он возможно тоже есть. Вот я вижу Split, но к чему привык, тем и пользуюсь. Ну и стерео расширение, которое в общем-то меняет характер звука. Даже не знаю, нужно ли здесь его было использовать. Сам по себе звук достаточно широкий. Такое ощущение, что этим стерео я его даже немножко ужал. Но вот такой вот звук у меня тоже есть. Он придает харизмы треку и мне очень нравится. Далее у нас идут те самые роллинг-басы, без которых Uplifting Trance не Uplifting Trance. Оба они выкручены на Spyro и звучат без обработки вот так, например. Здесь уже не такой агрессивный Volume Shaper, не такой сумасшедший Sidechain. Вот эта желтенькая полоска отвечает за высокие частоты и они пропускаются довольно хорошо. Ну и эквавайзер, который снова режет басы. Потому что басы у нас уже есть, я напоминаю, вот в этой вот в этом треке. И в избежании конфликтов я все-таки оставляю какой-то один обычный источник баса. Если их смешивать друг с другом, опять же, начнутся какие-то наводки по фазе, бас начнет гулять и я предпочитаю один subbase треки. зачастую бывают разные, конечно, случаи, но вот так вот повелось. Что примечательно, эти два трека играют немножечко измененные друг относительно друга ноты. Я, в общем-то, не часто так делаю, но вот в этом случае решил поэкспериментировать и добиться вот такого звука, что в левом ухе играет немножко так, в правом немножко по-другому. Ну и получилось, на мой взгляд, достаточно неплохо. По обработке снова сайдчейн, волшепер. Такой же сайдчейн, как и на предыдущем канале. Здесь басы у меня отрезаны не так резко. Немножко я убрал здесь середины, здесь чего-то добавил, все чисто на слух, чтобы в миксе это дело все не тонуло. Отрегулировал, как говорится, уже попозже. Ну и стереорасширение, которое даже, наверное, опять же, не расширяет, так как-то больше встраивает в микс этот звук. И вот так это все звучит вместе. Вот так это звучит в дропе. Есть тут местами такие перебивочки небольшие, где автоматизирован, например, фильтр на басах. То есть вот этим фильтром басы отрезаются. High Pass фильтр. Чисто для того, чтобы добавить драйва, треку, динамики, вот эти все маленькие мини-переходики, они очень важны в треке и не стоит недооценивать их важность. Они важны и нужны. Мы им уделим еще отдельное внимание чуть позже. Так, но по басам у нас вроде все. Так что давайте переходить к следующей группе. Следующая группа называется Drums, то есть ударные. Давайте раскроем ее. Тут находится не так уж и много треков и все они отвечают в общем-то за ритм трека. Несмотря на то, что группа называется Drums, то есть ударные здесь, разумеется, у нас нету кика, потому что она находится в группе, где находятся бас и бочка, потому что бочку сводить мне удобнее с басом, а это, скажем так, дополнительные все-таки ударные. Давайте пробежимся по ним, послушаем, что тут к чему. Мотнем вот сюда. Итак, послушаем, как все звучит вместе в самый насыщенный момент. То есть вот так у нас звучат ударные. Да, забыл упомянуть про вот этот еще блок. Это у нас ударные, который используется исключительно в яме, в брейкдауне, а остальные ударные используются соответственно только в дропе и в начале и в конце трека. Итак, на мой взгляд все достаточно просто. Первым делом у меня тут стоит луп из библиотеки от Vengeance. Звучит он вот так. Давайте пробежимся по обработке. Первым делом у меня у меня висит на нем LFO Tool, который в общем-то расчищает место для бочки, для того, чтобы атака бочки не наслаивалась на звуки сэмпла, я использую вот такой вот прием. Дальше мне сэмпл показался слишком каким-то басовым и грязноватым на низких частотах, поэтому я его немножко подрезал и сделал более воздушным, потому что для аплифтинг транса присущ все-таки воздушный такой немного более высокочастотный звук, поэтому я вырезал все, что мне не нравилось, всякие резонансы и так далее, и немножечко добавил я комнатки, чтобы звук сделать еще более мягким, чуть-чуть его отдалить, совсем чуть-чуть буквально. вот такая здесь используется комната. Следующий у нас идет клэп, он состоит из двух слоев, первый слой отвечает за более такой аплифтовый и воздушный клэп, поэтому я отрезал наверное все, что можно от него по низам и он все-таки такой более высокочастотный. то есть без обработки он звучал вот так более грубо, на нем было больше всяких как мне показалось грязных частот, которые комплектовали в миксе, поэтому я его так подрезал вот этим вот эквалайзером немножечко сделаю его больше по стерео и до кучи еще повесил компрессор, чтобы у него появилась такая вот небольшая атака и он стал звучать более плотно. но после всех этих действий мне показалось, что ему не хватает какого-то тела и я добавил еще один дополнительный сэмпл для более средних частот. Здесь у меня совершенно не стоит никакой обработки, просто я его немножко подрезал, подрезал у него атаку и вместе они звучат вот так. Следующий у нас идет на очереди шейкер. Шейкер я использую в качестве заменителя для хай-хетов. играет вот такой он рисуночек. Здесь все автоматизировано по Velocity. Ну и тут еще у нас Volume Shaper тоже висит. Чтобы еще больше сделать эффект качи что ли. То есть без обработки он звучит вот так вот шейкер. Сделал я его немного более звучащим в стерео и повесил Sidechain. Вообще мне последнее время очень нравится шейкер больше чем звук хай-хета. Звучит он так более как white noise как белый шум и достаточно неплохо получается его встраивать в mix Следующий у нас идет незаменимый атрибут для любого мне кажется транса это open head на вторую долю. давайте послушаем какая здесь обработка на самом деле здесь тоже не то чтобы много обработки здесь стоит эквалайзер который очень сильно отрезает все что мне показалось ненужным и немножко добавляет высоких частот плюс немного я его опять же расширю по стерео чтобы микс звучал более широко и классно вообще по моим наблюдениям частенько во многих uplifting транс треках достаточно сильно отрезают низы у таких металлических инструментов типа open head других head потому что остальной спектр забит другими звуками и в общем-то если мы оставим вот так вот этот будет придавать лишь какой-то я не знаю мусорный призвук потому что ну мне кажется он там не нужен поэтому оставляем только высокие частоты и райдик райдик у нас здесь также имеется играет он на ту же долю что и open head то есть подчеркивает open head но в прогрессе в трансе например чаще принято ставить райд на ту же долю что и kick но в uplifting трансе от этого можно слава богу отойти и поставить его вместе с open head по обработке здесь все достаточно просто у нас используется сэмпл из библиотеки звуков от vengeance club 5 вот так он звучит следует за ним у нас эквалайзер с очень таким большим срезом всего что идет снизу то есть если мы его выключим давайте все сразу отключим обработки тут еще будет дальше комната но пойдем по порядку то есть без эквалайзера добавляются какие-то здесь ненужные нам спектры на этом инструменте который я благополучно отрезал немножко подрезал вот здесь на 14000 потому что мне казалось что он звучит слишком ядовито что ли и добавил комнату ревер небольшой для того чтобы придать этому звуку немножко атмосферы немножко его притопить сделать мягче вот такая обработка на райте ну и последнее что у нас идет по ударному в этой группе это вот такой вот breakbeat loop тут у меня присутствует всяческая автоматизация это все тот же самый сэмпл просто я его нарезал добавил немножко реверба и здесь я убрал реверб давайте включим со всем миксом здесь я его еще нарезал таким образом чтобы получился такой разгончик все это с автоматизацией громкости с автоматизацией фильтров ну и я нарезал этот лук так чтобы он звучал под стать ритму мелодии подчеркиваю по обработке в общем-то ничего особенного комната которой я уже говорил который используется чисто моменте когда играет бочка здесь уже когда играет полноценный breakbeat loop она не играет и два эквалайзера один вот у меня используется как некий фильтр почему-то мне было лень использовать именно фильтр и я вот использовал один из эквалайзеров для того чтобы его автоматизировать и он постепенно убирал басовые частоты вот здесь на разгоне и второй эквалайзер которым я просто немножко причесал этот лук мне показалось что здесь достаточно много высоких частот которые мне здесь не так сильно нужны все-таки яма такой атмосферный момент в треке и я решил немножко ее притопить чутка подрезать басы убрать нижние середины вот так звучит без обработки и вот так с эквалайзером и раз уж мы закончили с группой ударных хочу поделиться еще одним своим методом как я делаю гру в своих треках я слушаю группы бочка и бас и ударное если все вместе звучит хорошо качает работает в некой такой синергии друг с другом есть хороший грув энергетика то это хорошо если вы в вашем треке когда включаете бочку бас и ударные такого не наблюдаете вам не хочется двигать в такт головой или притоптывать ножкой в общем не тянет в пляс то тогда нужно задуматься над переработкой вот такого грува пока результат не станет вас устраивать для того чтобы грув работал в общем-то достаточно бочки баса и ударных вот такая вот маленькая скромненькая группа отведенная под ударные но это на самом деле не совсем все ударные есть у нас некоторые ударные еще и в следующей группе которой мы сейчас перейдем следующая группа называется Build Up Send FX в этой группе собраны разгоны и FX спецэффекты если вам будет так угодно группа снова относится к ритмической части трека и будет подчеркивать динамику трека разгонять нас когда это надо и так далее давайте посмотрим как тут все устроено на самом деле здесь снова не так уж и много всего здесь у нас есть развернутые бочки барабанные разгоны крэши FX лупы down лифтеры up лифтеры реверс крэши subFX бочки с эхом и все в таком духе как обычно давайте начнем по порядку первый это у нас развернутый кик то есть развернутая бочка смастерил я ее очень просто я взял бочку вот эту вот бочку экспортировал ее в аудио и развернул отдельно она звучит вот так то есть просто развернутая бочка никакой обработки на ней совершенно нету используется она один раз за трек у меня частенько так бывает что какие-то FX используется лишь один-два раза за трек как мне как мне кажется это придает какой-то уникальности треку давайте послушаем как она звучит в миксе по-моему по-моему неплохо интересно дальше у нас идут две дорожки snare fill это барабанные разгоны которые я думаю вы слышали во многих треках неотъемлемый атрибут в транс музыке да и во многих других направлениях электронной музыки да и не только электронной давайте послушаем как они звучат вместе так звучат длинные барабанные разгоны плюс у меня в треке есть более коротенькие разгончики например вот этот или этот или вот для первого разгона у меня используется сэмпл звучит он так как видите в конце здесь еще такая классная есть перебил поэтому я решил оставить именно такой вот сэмпл но для того чтобы придать ему какой-то уникальности я добавил еще один слой где уже собственноручно прописал ударные из ваншот сэмплов давайте послушаем здесь у меня уже используется автоматизация громкости во многих местах для того чтобы разгон происходил более плавно и кульминация была еще круче по обработке ничего особенного там где у меня сэмпл я использовал просто эквалайзер которым чутка подрезал низкие частоты и вот тут на 366 тоже на слух чисто подрезал просто сделал этот сэмпл чутка почище второй барабан в нем используется сэмпл из библиотеки опять же vengeance и компрессор для чего я использовал компрессор для того чтобы немножко выделить атаку у этого сэмпла сделать звук поярче поярче подетальнее более таким хлестким что ли двигаемся дальше на очереди у нас крэш на самом деле на одной дорожке с крэшем мне используется несколько разных сэмплов первый звучит вот так второй уже вот так плюс здесь где-то еще был развернутый крэш возможно я его найду вот он то есть я взял вот этот сэмпл и просто его развернул из обработки здесь только делай делай который работает в режиме пинг-понг то есть эхо идет по стерео в левое ухо в правое ухо в левое ухо в правое ухо и так далее дальше идет пара fx-вых сэмплов которые тоже используются пару раз за трек первый звучит вот так и второй вот так вот на первом особо никакой обработки нету просто очень сильно отрезанные низы вот если я выключу то будет звучать так то есть сразу появились какие-то грязные частоты которые мне совершенно здесь не нужны поэтому мы все это смело отрезаем и немножко вверх мне показался чересчур ярким поэтому я его тоже подрезал следующий сэмпл у меня откорректирован еще и по тональности то что он звучал в другой тональности давайте выключим всю обработку и вернем тональность на изначальный уровень и это будет звучать так то есть изначально это был какой-то луп который я решил вот таким одиночным вкраплением использовать в треке я скорректировал его под тональность трека обрезал низкие частоты очень сильно добавил диле тоже с автоматизацией сэмпл начинает играть без дилея и постепенно он прибавляется и для того чтобы сделать его погромче и поближе к слушателю давайте послушаем как это все звучит в миксе и если отключить эту группу то будет совсем не то ну то есть там какие-то все-таки fx играют но без этой группы мне кажется звучит совсем не то не так драйвово не так интересно более монотонно и скучно следующий сэмпл это даунлифтер который по сути себя представляет white noise то есть белый шум никакой обработки на этом сэмпле нету он звучит как есть используется несколько раз за трек следующий сэмпл это развернутый крэш на котором у нас установлен дилей тоже пинг-понг дилей люблю пинг-понг дилей потому что он расширяет звук и звучит на мой взгляд очень красиво если вы выключить то соответственно будет звучать вот так вот и все идем дальше fx бочка бочка под ревером звучит она вот так то есть что она из себя представляет это звук бочки звук кика под большим большим ревером никакого труда накрутить самому такую бочку нету но у меня есть библиотека сэмплов которые я использую для экономии времени этот сэмпл идеально звучит во время ямы во время брейкдауна давайте послушаем например где-нибудь здесь здесь еще она идеально сочетается вместе с этой бочкой о которой я говорил ранее в общем поэтому сюда я и повесил ревер следующий сэмпл это тоже такой сабвуферный звук такой был я думаю вы такой тоже слышали неоднократно очень классный звук для прокачки сабвуфера и он идеален для того чтобы его поставить на один квадрат перед дропом давайте послушаем как это бы звучать все вместе в общем неплохо так подчеркивает переход с разгона на дробь и последний наш фиксовый сэмпл это вот этот вот этот вот маленький сэмпл который используется один раз за весь трек звучит он так на нем тоже есть коррекция тональности то есть он звучит плюс 1 и отрезан под мои нужды то есть сам сэмпл изначально был чутка побольше и изучал вот так но я подогнал его по тональность подогнал его под длине и давайте послушаем как он будет звучать в миксе так я забыл его откорректировать ну вот совсем другое дело по fx все по крайней мере по таким которые шумовые и ударные переходим к следующей группе следующая группа уже гораздо более интересная на мой взгляд мы наконец добрались до мелодичной части трека она содержит себе мелодическую основу начала и конца трека множество фоновых синтезаторов арпеджио плаки вокальные сэмплы которые все вместе сочетаясь друг с другом создает комплексную звуковую картину и задают стилистику и атмосферу апплифтинг транса давайте рассмотрим групп поближе кстати хотелось бы отметить одну вещь о которой я наверное еще не говорил я уже показывал ноты которые у меня используется для написания бас партии и например если посмотреть вот здесь то данная партия прописано в ля миноре но если я буду играть ноту ля на меди клавиатуре то будет звучать совершенно другая нота на самом деле мне просто лень запоминать все существующие тональности все существующие миноры и так далее поэтому мне проще писать мелодии в ля миноре потому что здесь используются только белые клавиши и как бы ты не налажаешь и при этом работа идет быстрее и приятнее лично для меня хотя конечно в репере можно например поставить вот эту галочку примагничивание нот к тональности иногда я делаю и так иногда пишу в тональности той мелодию которые я наиграл в общем бывает по-разному но в этом случае с мелкий вы им у меня вот такая история многие партии прописаны в ля миноре и потом уже вот эти айтемы транспонированы на нужное количество полутонов в нужную мне гамму то есть именно вот так будет звучать в ля миноре и я добавляю 4 полутона и мелодия начинает играть cds миноре в котором и сделан собственно говоря трек в дальнейшем в проекте это будет много где использовано поэтому я решил заранее объяснить на случай возможных вопросов от вас по этому поводу ну что же давайте перейдем к нашим дорожкам пойдем как обычно по порядку сначала до конца первый звук у меня это арпеджио то есть такая сама играйка ты нажимаешь одну клавишу на миди клавиатуре и играет звук играет арпеджио здесь она немножко модифицированная по нотам потому что играет начале ля потом ля на октаву выше и соль это арпеджио сделано на синтезаторе который называется спайр мы уже его видели прекрасный синтезатор очень его люблю не установит повторять из обработок здесь у нас есть стерео расширения эквалайзер и лху-тул для сайдчейна все как обычно давайте быстренько послушаем без обработок и будем включать их по порядку например начале идет стерео расширения немного расширяет звук как нетрудно догадаться далее эквалайзер который подрезает всякие частоты которые мне не понравились и сайдчейн для того чтобы качала следующий инструмент называется nfs арб то есть арпеджио need for speed вот так это расшифровывается давайте послушаем его тут все очень просто тоже такая самоиграйка играет одна нота которая задает ритм так вот почему я назвал это nfs в честь одной из моих любимых игр из детства need for speed то что в первых пяти наверное частях была очень крутая музыка которая мне нравилась до сих пор иногда с удовольствием ее переслушиваю вот такой исполнитель который назывался морфа дрон и вот это арпеджио мне напомнило немножко его стилистику и в качестве такой вот небольшой отсылочки к тем временам я оставил этот звук совсем его не меняя только немножко обработав его эквалайзером то есть без эквалайзера это звучит вот так более грязно более тускло я отрезал все басы и добавил высокий частот по-моему вышел достаточно прикольный звук и неплохая отсылочка к олдскульным таким временам концу девяностых начала двухтысячных поскольку я слушаю транс уже достаточно давно по как раз наверное с тех времен поэтому такие вот звучки очень близки моему сердцу следующий звук у нас достаточно простой это такой звук который называется вау и звучит он в принципе соответственно то есть тут все просто он звучит каждый получается первый квадрат каждое начало такта здесь он входит в такую подгруппу из других звуков которые дополняют друг друга вот эти три дорожки то есть эта группа получается взаимодействует друг с другом вот это не выделенная ничем группа из трех инструментов как бы я просто вижу что здесь идет один инструмент потом другой потом третий и они сочетаются друг с другом и дают такую комплексную прикольную картину звучит очень трансово мне нравится давайте разберемся по порядку что здесь к чему и так этот звук у меня выкручен на серыми давайте посмотрим как это все выглядит я сам выкрутил этот звук и как можно увидеть он двигается не спеша так по огибающей громкости и фильтра здесь вот он прописан и когда я нажимаю какую ноту видно как здесь фильтр двигается и этот самый вау эффект достигается за счет плавной атаки в fx у нас присутствует всяческие дисторшен и хорусы и делай и прочие такие штуки давайте быстренько пробежимся по обработкам которые используются здесь для начала я все выключу и буду включать по порядку без обработки все звучит так то есть такой синтезатор с большим дилеем мне показалось что на нем не хватает большого такого пространственного эхо чтобы просто утопить этот звук в космосе и это звучало по-настоящему трансово для этого я повесил на него вот этот классный ревер который называется arts acoustic ревер давайте включим это звучало без него и слышно какой большой хвост у этого эхо у этого реверба и вообще у меня в ходе поисков какого-то идеального реверба для транс музыки было множество разных вариантов я остановился конкретно на этом потому что качество звука данного ревербератора меня устраивает больше чем другие ревербераторы на мой вот такой субъективный взгляд для меня этот ревербератор просто идеален для своих разумеется цели делать большие такие комнаты большие атмосферы с длинными хвостами поэтому смело могу рекомендовать его к использованию следом у нас идет эквалайзер который подрезает басы серединку нижнюю серединку и немножечко вот здесь совсем чуть-чуть я добавил высоких частот следующий эффект называется out up on служит он для того чтобы делать автоматическое параномирование по стерео получается такой интересный эффект звук синтезатора гуляет из левого ухо в правое ухо и поскольку этот синтезатор выполняют такую все-таки роль немножко fx его звука мне показалось что это будет весьма и весьма уместно и следующая обработка у нас это от т.т. который уже не раз использовался в проекте служит он для того чтобы сделать звук погромче и поближе к слушателю в общем он уплотняет звук делает его громче ярче более скомпонованным поэтому частенько его использую практически на каждом треке на очереди у нас следующий арпеджио это уже не сама играйка и тут нотки прописывал ручками звучит это арпеджио так и скажем так немножко подыгрывает основному басу здесь мы тоже используется serum и в общем-то схожие настройки serum играет у меня вот такие вот разные звуки давайте выключим обработку снова в цепи 4 обработки вместе с киком это теперь совсем не сочетается давайте выключим эту группу как вы можете слышать теперь он звучит достаточно басова то что изначально по моему это все-таки был какой-то бас но поскольку в проекте их треки уже присутствует бас и отлаженный и сведенный друг с другом не стоит наслаивать басовые звуки друг на друга иначе из этого ничего хорошего не выйдет поэтому я отрезал к лазером все что нам не нужно сделал звук таким более синтезаторным более плаковым не совсем по порядку у нас тут получаются эффекты ну ладно я думаю это не сильно важно так я пропустил стереорасширение так звук играет еще более синтезатор на менее похожим на бас следующий в цепи это у нас эхо то есть делай с довольно большим таким хвостом снова играет пинг-понг то есть влево-вправо ну и последнее замыкающие в цепи это вот это мульти-бэнд компрессор для того чтобы угадайте что до сделать звук громче ближе плотнее при этом он нарочно стоит после дела и для того чтобы хвост дела я тоже немножечко приподнимался и изучал еще громче его было дольше слышно дальше у нас идет такой небольшой но прикольный трансовый звучок очень высоко звучащий тут у меня аж плюс 40 давайте я склею все это дело и посмотрим насколько высоко он играет то есть это нота b6 очень высокочастотная нота звук называется хайп пульс потому что он играет такой вот некий пульс тоже получается очень такой трансовый звук и вместе в миксе он звучит достаточно прикольно тут все еще проще чем в предыдущих синтезаторах это silent one просто звук такого плюка плака и и большое большое эхо то есть вот так как звучит и именно вместе с эхом с ревербом получается супер объемно и классно следующий звук у нас находится вот здесь это вот он он играет один раз за трек и он подыгрывает больше и вот мелодиям которые вы услышите дальше то есть он больше сочетается вот с этими мелодиями до которых мы тоже дойдем и такие переходные мелодии на самом деле по-хорошему его нужно было засунуть вот в эту группу наверно так и сделаем и наверно перейдем к нему туда чуть чуть попозже так что давайте переходите к следующим арпеджио интро вам арпеджио первые из них звучит вот так как вы можете слышать она звучит очень по стерео потому что гуляет из левого уха вправо и сам звук это один из плюковых плаковых звуков выкрученных на массив без обработок здесь эквалайзер и автопан эквалайзер обрезает басы серединку высокую серединку и добавляет высоких частот если мы все выключим это будет звучать так мне показалось что будет звучать достаточно грязно поэтому я вот таким образом просто вычистил все ненужные частоты но мне показалось это как-то немножко скучновато поэтому я повесил вот такой автопан который синхронизирован с темпом трека и звучит в длительности 1 8 давайте послушаем в миксе вот так вот выглядит ноты на этом синтезаторе тут кстати вот не транспланировано нету плюс 4 как здесь ноты нарисованы так она и звучит еще норпеджио вот так она звучит такой высокочастотный колокольчиковый звук все это сделано на спайре и обработан эквалайзером тоже немного подрезаны басовые частоты и ничего такого криминального сверху не произошло далее у нас идут вокальные сэмплы которые нехило так добавляет атмосферности треку то есть они вступают где-то вот здесь вот в этой перебил очки но в полную силу начинают играть вот с этого момента давайте послушаем сначала так то и в принципе дальше играет в таком же духе то есть вот подобный порядок сохраняется и дальше давайте послушаем без обработок здесь ночи звучит в моно но как бы в миксе не слышно из-за обработки из-за эхо из-за дилеев поэтому это не столь важно ну и так же эти вокальные сэмплы звучат в нужной мне тональности то есть в рипере очень просто подогнать под тональность все что угодно будь то миди будь то вов файлы и так далее то есть звучало изначально как-то так и вот и так вернем обратно нашу тональность и давайте пробежимся по эффектам для начала у нас идет делай реверб от это и эквалайзер уже кстати не знаю есть ли смысл каждый эффект врубать по одиночке но давайте пробежимся как уже привыкли плюс реверб включаем вот это вот это очень сильно приближает к слушателю все эти вокальные обработки стала так ярко песочно это уже с эквалайзером с эквалайзером звучит еще чище еще более песочно ну и в миксе по-моему это звучит супер классно так же этот вокал в разочек звучит в яме ну и потом перед дропом и в конце последний такой яме ну и наконец мы добрались до 2 подгруппы в этой группе который называется интро плюкс в этой группе у нас находится такая переходная мелодия между интро частью и уже основной мелодией давайте послушаем и здесь она уже начинает потихоньку затухать итак первым у нас идет тот самый мид л.д. мид лид который я перенес на попозже вот в эту группу где ему и место по обработке можете видеть что я сюда пытался впихнуть автопан но я послушал и понял что чё-то это никуда не годится и вообще его можно удалить теперь потому что он не используется в проекте все это выкручено на спайр такой вот лидирующий звук из обработок тут тоже не то чтобы очень много всего прям по минимуму это эквалайзер и вот это то есть как бы вроде и без него и без эквалайзера и без от это все звучит более-менее нормально но я решил выделить эквалайзером средние частоты низкие средние частоты прибрать чтобы он не звучал грязно и мутно подрезать высокие частоты в общем выделить его на нужные мне спектры но теперь я показал что он звучит глуховато и я повесил на него прям от и т.с. довольно экстремальными настройками здесь глубина воздействие сто процентов обрезаны басы и и все это дело звучит вот так на самом деле этот синтезатор здесь нужен для того чтобы подыгрывать вот этой теме которая у нас замьючина давайте разбираться с ней по порядку вот эта тема сделана из двух синтезаторов вот эти два плака раскиданы немножечко по стерео вот здесь 18 процентов влево здесь 16 процентов вправо чисто на слух чисто на глаз давайте наверно разберемся вначале с ними потому что вот этот пэдди он будет играть чуть позже и перенесем его ниже и так первый плюк это спайр эквалайзер который здесь не делать ничего видимо я просто забыл его куда-нибудь удалить он не работает и от это для того чтобы сделать все это поближе как обычно выключим это давайте пока этот синтезатор выключим вернем здесь вот это на втором плаке как вы можете видеть видимо я пытался сделать на спайр но мне что-то не понравилось и я решил попробовать сделать звук на массив здесь мне звук уже понравился больше эквалайзер который снова не нужен и и снова вот это но видимо я просто дублировал этот трек и сделаю немного другие настройки для того чтобы это звучало интереснее вот он вот он лейеринг в действии ну и предпоследний это у нас пэдди такой пэдовый звук который вот играет четыре ноты который в свою очередь дополняет вот эту мелодию снова спайр снова по сути отсутствует обработка эквалайзер который ничего не делает в общем мне показалось что этот звук и так достаточно хорошо вписывается в микс и зачем вешать какую-то обработку ну и последний здесь в этой группе но не по важности это вот этот арк этот арт играет уже ближе к входу в яму и в конце идет автоматизация громкости чтобы он просто становился тише в общем такая вот большая группа но по поводу бэкграундных инструментов это еще не все как вы видите у нас здесь есть группа с прекрасным названием и сит то есть по сути вторая часть бэковых инструментов которые мы сейчас в общем-то и перейдем итак группа посвященная кислотным синтезатором который так и называется и сит здесь не так много инструментов но я решил выделить в отдельную группу вот настолько и сильные их уважаю первое в этой группе это эмуляция легендарного тебе 303 от роланд того самого кислотного синтезатора называется он фасцион или фасон или в общем очень сложно произносить его название но из всех эмуляции тебе 303 мне он нравится больше всего давайте послушаем его вот так он звучит мне очень нравится здесь автоматизированы всякие фильтры резонансы как офф и из обработок здесь висит такой вот страшный дисторшен если его выглядеть то еле слышно на самом деле звук но есть еще обработка это мультибендовая динамическая обработка от а изотоп озон 9 динамикс как аналог можно использовать вот это но здесь конечно настройщик побольше то есть если сейчас выключить озон то звук становится более грязным что ли в общем если вам нравится кислотный звук а в особенности round tb303 всем советую вот этот синтезатор попробуйте вам наверняка понравится ну еще этот синтезатор звучит не только в самом начале самом конце но и во время дропа во время второй части дропа помимо эмуляции tb303 у нас есть еще два дополнительных кислотных синтезатора они выкручены на серуме один из них звучит вот так и так ну соответственно у нас есть автоматизация ручки котов и эквалайзер который не работает то есть без всякой обработки у нас здесь присутствует этот синтезатор ну как говорится если он лег в микс хорошо то чё на него вешать что-то лишнее и еще один кислотный серум который в свою очередь звучит вот так вот то есть они работают в паре по сути в общем такой очень низкий очень грязный такой а вот такая вот кислотная конструкция присутствует в треке milky way и да кстати по поводу обработок я забыл что здесь еще четвертой строчкой висит это супер так делай который посылается сендом вот на этот канал то есть если вы выключить то соответственно весь делай пропадает и звучит совсем сухо вот так вот выглядит старенький но прикольный делай чик на самом деле в юзу его наверно только исключительно для кислоты вот такого рода для т.б. 303 потому что мне нравится как они звучат вместе фуф ну все с бэкграундными фонами звуками мы вроде как разобрались и дальше будем переходить к самому соку а это именно первым главная мелодия и всяческие добавочки к этой главной мелодии следующая группа у нас посвящена пэдом или такие атмосферные синтезаторные подложки я думаю каждый любитель транс музыки так или иначе знаком с этим понятием а если нет то достаточно один раз услышать и вы сразу все поймёте вот так они звучат все вместе преимущественно они звучат во время ямы и потом во время дропа и дают треку такую насыщенную атмосферу нередко вызывают мурашки и вообще мне сложно представить себе аплифтинг транс трек без пэдов так что это неотъемлемая часть этого стиля в музыке в группе у меня есть три разных инструмента которые играют пэды и играют они по сути от не те же ноты давайте посмотрим на них и и послушаем скажем сольно вот этот слой и так далее пэды неплохо задают атмосферу треку и подчеркивает главную мелодию просто послушайте как они звучат вместе с главной мелодии во время же дропа педы начинает у меня звучать под сайдчейном и звучит это вот так то есть помимо освобождения места для кика это создает еще и эффект кача что же давайте пробежимся по всем пэдом по порядку первый у меня называется он же пэт эта ссылочка на adjuno beats потому что когда-то давно когда анджуна beats издавали еще оплифтинг транс в их треках были такие яркие роскошные пышные пэды этот пресет я использую довольно часто он так и называется анджуна пат и если мы послушаем его без обработки то он будет звучать вот так также у меня здесь используется автоматизация фильтра фильтр закрывается в тех моментах где мне это нужно то есть например при входе в яму ну и когда яма начинает развиваться то фильтр постепенно открывается и появляются высокие частоты также есть автоматизация волум шейпера для того чтобы эффект кача эффект сайдчейна работал лишь в нужных мне местах то есть например самой яме когда бочка не звучит этот самый сайдчейн эффект нам не нужен поэтому я автоматизировал его так чтобы он работал во время звучания кика здесь не используется multiband сайдчейн на самом деле можно было бы сделать вот так multiband здесь особо не нужен потому что по сути на этих педах басов практически нету я их обрезал эквалайзером вот этим мне показалось что это изначально звучат достаточно мутно грязно им не хватает яркости поэтому я вырезал басы нижнюю середину и добавил вот тут побольше высоких частот для того чтобы придать им яркости вот так звучит без эквалайзера а вот так уже звучит с обработкой эквалайзером ну и последним идет дополнительный фильтр он нужен тоже для некоторой автоматизации например здесь есть такие маленькие кусочки чисто такой небольшой fx выпад получается в некоторых моментах по моему звучит достаточно неплохо давайте послушаем если убрать соло ну и при выходе из ямы в дробь тоже используется этот самый фильтр то есть под как бы полностью уходит при помощи high pass фильтра так давайте послушаем следующий под он звучит у нас уже исключительно во время ямы и во время дропа здесь я уже использовал nexus под который называется был под то есть это означает что звук такой колокольчиковый и это придает немножко такой интересный такой кристальные текстуры главному паду давайте послушаем как они будут звучать вместе на мой взгляд стало чуть-чуть поинтереснее по обработке здесь у нас только эквалайзер на котором я обрезал собой частоты вот так это все выглядит ноты играется те же самые что и в первом пэде на третьей строчке у нас расположился женский хор который автоматизирован по громкости и фильтром собственно вот эта обработка это у нас фильтр и эхо большое классное глубокое эхо то есть хор начинает звучать практически с нуля и прибавляется постепенно здесь он начинает звучать на 12 полутонов выше чем здесь и все больше он нигде не звучит только в яме и нигде более сам хор я взял в омни сфере второй то есть в омни сфере 2 вот она тут неспешно загрузилась пресс называется женский хор который поет буковку а в этой группе у нас присутствует педовый синтезатор который мне называется дипы это у нас массив тоже с минимальной обработкой чуть-чуть тут обрезаны совсем уж какие-то инфра басы и и нужен он для того чтобы во время ямы у нас тоже были классные глубокие низкие басы звучит он вот так то есть послушайте если включить все вместе очень хорошо ощущается низ низкие частоты басы если же выключить эту басовую составляющую то будет совсем уже не так интересно здесь у меня тоже используется некоторая автоматизация например когда вот этот басовый пед вступает громкость прибавляется постепенно и постепенно открывается фильтр для того чтобы он вступал более плавно не всегда я так делаю но вот в этом треке решил сделать плавное вступление ну и по нотам он играет просто те же самые ноты что и на басах то есть абсолютно та же самая гармония просто вот такими растянутыми нотами ну и попадом это все давайте переходить уже к следующей группе которая посвящена главной мелодии и так мы добрались до лакомого кусочка который называется главная мелодия ну какой же трек без главные мелодии без главные идеи давайте смотреть и разбираться здесь мне играет два вида мелодий собственно одна из них это главная мелодия вот эти три строчки и дополнительные аккорды начинает звучать она во время ямы во время брейкдауна и потом продолжает звучание во время дропа давайте послушаем как это звучит если все засолировать то есть и и и Вот сейчас играет аккорды дополнительные, который подыгрывает главной мелодии, добавляет ей энергетики, мощи, сочности. Если разбирать саму составляющую на какие-то компоненты, то у нас получается здесь есть как бы два слоя в нотах, а именно нижние нотки, которые играют гармонию трека. Если их выключить, то это будет звучать так. И без гармонии звучит уже не так интересно. Мелодия достаточно простенькая, но именно тогда, когда она звучит вместе с гармонической составляющей. Вот именно в такие моменты вместе с гармонией она звучит гораздо интереснее, гораздо более комплексной. Все мелодии у меня написаны на спайр. Какой-то особой обработки здесь нету, но есть одно но. У меня на группе с тремя лидами, которые играют главную мелодию, висит вот такой вот эксайтер и эквалайзер. Эквалайзер немножко подрезает высокие частоты, а эксайтер, собственно говоря, их добавляет. Давайте послушаем эту группу. То есть здесь можно сольно послушать нужные участки спектра и оценить степень влияния эксайтера на эту мелодию. Вот самые высокие частоты в соло. Если выключить эксайтер, то будет звучать вот так. И если включить, то сразу прибавится яркости и высоких частот. Ну и вот здесь я тоже добавил немножечко на этом участке спектра. В итоге все это дело добавляет высоких частот на главную мелодию. Вот так звучит без него. В общем, так как это самая главная мелодия, я решил сделать ее поярче. И эксайтер мне в этом очень сильно помог. Эксайтер все-таки работает немного по-другому, нежели эквалайзер. Эксайтер добавляет всякие экстра гармоники, а эквалайзер просто добавляет громкости на частоты. Так что в этой ситуации мой выбор эксайтер. Так, ну давайте идти по порядку. Первый спайр. Играет он вот так. Если выключить эквалайзер, то слышно, что очень много низов на этом синтезаторе, поэтому я все-таки все это дело подрезал. И он стал звучать гораздо чище. Следующий лид у нас уже более такой сав, то есть имеет форму волны в виде пилы. Здесь тоже достаточно похожая обработка. Эквалайзером я отрезал все низкочастотные штуковины, низкочастотную составляющую. И если выключить эквалайзер, то слышно, что синтезатор играет очень басово, а нам этого совершенно не нужно. Ну и следующий лид более такой супер сав. Здесь уже не так сильно отрезаны низкие частоты, но все равно они подредактированы. Нижняя серединка тоже немного убрана. И вот вместе три этих синтезатора дают такую вот насыщенную жирную картину главного лида. Но поскольку он вышел достаточно жирный, я решил здесь еще немножечко прибрать низких частот. То есть здесь практически фильтр, но не совсем фильтр. Фильтр, сделанный из эквалайзера. То есть здесь я подрезал еще больше низких частот, для того, чтобы во время дропа они не мешались мне. Все-таки очень много играет низкочастотных составляющих во время дропа. Бочка, бас, другие инструменты. Поэтому я сделал такую автоматизацию для главной мелодии. И четвертым пунктом у нас уже идет немножко другой синтезатор. Звучит он так. Вернее синтезатор-то не совсем другой. Он очень похож на вот этот даже, например. Но он играет уже другие ноты. Это аккорды. Аккорды, которые повторяют структуру пэдов. Также здесь имеется автоматизация фильтра. Вот эта ручечка. И обработка здесь это вот такой вот хитрый эквалайзер. Я его долго мучил, крутил туда-сюда, для того, чтобы все-таки смочь ужить вместе вот этот, например, и вот этот синтезатор. Вернее даже вот этот. Потому что, по сути, вот здесь и здесь используется вообще один пресет. Но в итоге получилось достаточно сочно. И с помощью вот такого эквалайзера и долгих мучений я их как-то ужил друг с другом. У меня получилось их свести друг с другом. Чему я, в общем-то, безумно рад. Как видите, никакой магии, никаких супер-секретных плагинов. Все доступно. Всем, мне кажется, известные плагины. Только опыт, время и усердие. И давайте переходить к последней группе, которая называется Melodic Addons. Группа, отвечающая за поддержку главной мелодии. И сейчас мы с ней разберемся. Итак, последняя группа, которая называется Melodic Addons. Мелодические добавки. Группа поддерживает вот эту группу, которая называется главная мелодия. Здесь есть два вида мелодий. Такая вот интровая мелодия. Такая вот пианинка, которая начинает звучать перед ямой. Тем самым, как бы, намекая на то, что скоро у нас начнется мелодия. Давайте включим такой режим соло, чтобы было слышно немного вот это все остальное. То есть здесь у нас играет прямой бас, он не меняется. Здесь, вот, например, он начнет уже меняться. Будет меняться гармоника. Но ноты играют все те же самые. Получается такая мелодическая склейка с главной мелодией. Очень мелодично, очень красиво и очень логично, что, на мой взгляд, немаловажно. И далее начинает звучать другая уже мелодия. Она звучит не сначала так-то. Это у нас уже другой инструмент. И пианино играет ту же самую мелодию, что и предыдущий синтезатор. То есть эти мелодии, как бы, подчеркивают главную мелодию, делают ее, на мой взгляд, еще более красивой и более интересной и разнообразной. Также в этой группе есть вот такая маленькая мелодия. На самом деле она скопирована вот отсюда. Вот эти вот высокие нотки из главной мелодии. Играют здесь они вот так. То есть я хотел вначале написать это на синтезаторах, которые играют главную мелодию. Но решил сделать контраст каким-то более интересным. И поэтому под это дело выделил отдельный синтезатор. То есть если мы берем соло, то это будет звучать так. Давайте смотреть подробнее. Итак, начнем, наверное, в порядку. С трека, который называется Long Lead. То есть длинный лид. Он у меня написан на Spyro. Звучит в соло он вот так. Из обработок здесь ОТТ и стереорасширялка. ОТТ, как обычно, делает звук погромче, поближе, поплотнее. Ну а расширялка расширяет этот самый звук. Следующий инструмент это пианино. Давайте вернемся вот к этой, например, мелодии. Что у меня тут из обработок? Так это ОТТ и эхо, реверб. При этом здесь есть еще и сэнд реверб и сэнд дилей. В общем, мне не хватило эхо, и я сделал прям два эхо. Вот эхо, которое у нас идет сэндом. Вот дилей. Вот такая обработка у нас на пианино. Если все это выключить, то это будет звучать как-то так. Давайте лучше послушаем здесь. И включим, наверное, ОТТ, чтобы звучало погромче. Да, забыл сказать, что за пианино я использую. Это Easy Case от TuneTrack, upright пианино. Опять же, могу всем рекомендовать. Я достаточно долго искал пианино с подобным характером звучания. И вот это конкретное пианино меня более чем устраивает. Весит оно не так уж и много. Звучит, по-моему, достаточно хорошо. Желание поменять его на какое-либо другое не возникает. Давайте я включу эхо, то есть реверб. Еще один реверб. Вот такое немножко странное решение, но мне показалось, что как-то не хватает объема пианино, поэтому я понавешивал столько ревербов. Прям хотел его притопить, отдалить на задний план, сделать его таким прям фоновым. Ну и дилей в этом мне тоже помог. У пианино получился такой длинный хвост. Меня такой звук более чем устроил. Давайте послушаем еще раз главной мелодии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и последняя 71-я строчка в этом треке. Это Massive. Давайте посмотрим, что здесь есть. Из обработки у меня здесь много-много высоких частот добавлено. Басы я резать не стал, потому что в этом моменте никаких особо других инструментов не звучит. Поэтому оставил как есть. Вот такой вот простенький трек Milky Way. Мы с вами посмотрели на все дорожки, на все обработки. Но это еще не все. Впереди у нас мастеринг и разбор эффектов, которые висят на мастере. Итак, давайте переходить к мастерингу, к тем эффектам, которые я использую на мастер-канале. Те самые эффекты, которые я повыключал в начале. Я думаю, пришло время включить их заново и рассказать о каждом эффекте поподробнее. Первый у меня в цепи идет это линейный эквалайзер. Тот же самый, который я использовал на своих басах и на бочке. Давайте включим, скажем, дроп. И после того, как я активировал этот эквалайзер, то звук стал, на мой взгляд, уже почище. Потому что я проработал вот эту вот середину, убрал тут некоторые частоты, убрал саб-составляющую, немножко подрезал вверха и звук стал, как мне кажется, более ровным и более приятным на слух. Эквалайзер, разумеется, работает в линейном режиме. Для того, чтобы было нагляднее, я думаю, можно включить вот этот анализатор и вывести его куда-нибудь сюда. То есть на этом анализаторе мне показалось, что вот в этом районе как-то слишком много частот. Вот эта, например, линеечка, это розовый шум. Давайте покажу свои настройки. Я использую этот эквалайзер, который называется CurveEQ от Vaxen'го, исключительно как анализатор. Потому что вот сюда можно загрузить разные снапшоты. Если вам интересно, как это делать и зачем это нужно, спрашивайте в комментариях. Возможно, я сделаю какое-нибудь отдельное видео на этот счет. Вот здесь у меня загружен розовый шум. И для того, чтобы он выглядел ровненько, вот эта настройка стоит у меня на троечку. И мне проще ориентироваться для того, чтобы звук был ровнее вот по этой линеечке. То есть я включаю трек. И я примерно на глаз смотрю, где частот больше, где меньше. Стремлюсь к примерно ровной картине. Но басов, конечно же, должно быть побольше. Не нужно стремиться к идеально ровной вот этой линии. Должно быть, как мне кажется, примерно вот ровненько. Поэтому здесь, если включить этот эквалайзер... Получается такая вот картина. Она не идеально ровная. Она вот с таким небольшим провальчиком. Именно небольшим. Это, в принципе, присуще для апплейстинг-транса, в котором яркие басы, яркие высокие частоты. И немножечко, совсем чуть-чуть, может быть, завалена серединка. Главное с этим не перестараться. В общем, для этого я использую эквалайзер. Следующий плагин называется Multiband Dynamics. Вернее, M Dynamics MB Large от Melda Production. Это мультибендовый компрессор. То есть он обрабатывает разные участки разными настройками компрессора. Еще раз послушаем, как звучит без этого эффекта. Если его включить... На первый взгляд может показаться, что звук кардинально не меняется. Но на самом деле я его использую для того, чтобы чуть-чуть получше склеить, например, низкие частоты. Вот эта частота у меня вообще не обрабатывается. В общем, использую его для того, чтобы сделать звук чуть-чуть поплотнее. Он убирает, скажем так, шероховатости сведения. Но никакой особой вот такой прям магии он не творит. Потому что все-таки я стремлюсь к хорошему сведению уже изначально, без мастеринга. Следующий эквалайзер называется ReaFear. Этот эквалайзер встроен, опять же, в Reaper. И при помощи него я немножечко прибрал высокие, средне-высокие частоты. Потому что в процессе сведения уши уже замылились, как говорится. Не хватало высоких частот, мне кажется. Но сравнив свой трек с другими эталонными треками, я понял, что у меня что-то немножко дофига высоких частот. И поэтому вот таким образом я прибрал уже, опять же, довольно скромные настройки. Вот здесь там 1,20 децибел убирается. Здесь минус 1 децибел. То есть на мастеринги я стараюсь действовать аккуратно. Далее BX Digital версии 2. О нем я уже рассказывал. Про Mono Maker я уже говорил. Ну и плюс у меня здесь было расширение до 120%, чтобы микс звучал чуть-чуть пошире. Ну и завершает все это дело, конечно же, лимитер, который делает звук громче до нужного нам уровня. Мне очень нравится этот лимитер. Недаром он называется Invisible Limiter, то есть невидимый лимитер. Действует он так, что, в общем-то, не компресит звук, а просто обрезает пики в миксе. Вот я вывел еще один анализатор. Давайте послушаем, как звучит с ним и без. Опять же, такой громкости я добиваюсь за счет сравнения с другими треками. Ну и за счет, хотелось бы верить, хорошего сведения. Вот такая простая цепочка обработки у меня используется на мастере, потому что, как я уже говорил, я предпочитаю все делать на этапе сведения. По сути, здесь нужно чуть-чуть выровнять звук, чтобы он стал поровнее по АЧХ. Получается, мастеринг у меня служит для двух целей. Для того, чтобы немножко выровнять частоты в треке, сделать его немного пошире и добавить громкости, чтобы трек звучал конкурентоспособно. Вот такой у меня получается мастеринг. Достаточно простая цепочка обработки, без каких-то экстремальных настроек. Вначале у нас идет эквалайзер для того, чтобы выровнять частотную характеристику трека, сделать его более ровным, без каких-то выбивающихся резонансных частот. Немножко склеить его при помощи мультибенд компрессии. Второй эквалайзер у меня еще более причесывает звук по частотам. Немножечко я расширяю звук, делаю моносовместимость и делаю трек громким, чтобы он звучал конкурентоспособным по сравнению с другими треками. Если у вас появятся какие-то вопросы по этому поводу и по другим поводам, вы обязательно пишите в комментариях или мне в личку или еще где-нибудь. Я думаю, вы сможете меня найти. Но и это еще не все, потому что, наверное, стоит сказать пару слов об аранжировке, о том, в каком порядке начинают играть те или иные составляющие трека. Сейчас мы с этим и разберемся. Итак, давайте пробежимся по аранжировке Milky Way. Я думаю, сделаю сам трек потише, чтобы он меня не перекрикивал, не перебивал. Собственно, вот эти цветные штучки отвечают у меня за аранжировку. Мне по ним все понятно, где какой элемент у меня находится. Например, здесь у меня интро, здесь у меня разгон до диджейского дропа. Возможно, он называется не диджейский дроп, но я никаких специализированных курсов не проходил. И как-то вот в аранжировке ориентируюсь каким-то своим ощущениям. У меня свои названия, так что если здесь все не как по учебнику, то уж извините, делаю как привычно мне. Вообще, вот эти самые регионы, очень удобная штука в Reaper. Например, можно взять и поменять местами вот эти дропы. Давайте вернем. Или просто скопировать в нужное место нужный элемент. В Reaper, конечно, работать с аранжировкой одно удовольствие. Начинается у нас все с простых битов. Вот этот момент, он нужен для того, чтобы диджей, который будет играть трек, мягко, плавно и непринужденно, свел этот трек с другим треком. В начале, конечно же, звучат у нас биты, бочка, ударные, некоторые фоновые инструменты, некоторые разгончики. Вот у нас, например, разгонная часть, она немножко у меня выделена. Опять же, для наглядности. В этой части в первую минуту трека у нас не играет бас, если только на высоких частотах. Низкочастотная составляющая в этом моменте на басах не звучит. Постепенно начинают прибавляться разные ударные. Вот клэпчик прибавился. Здесь маленький разгончик. И переходим к разгону. Здесь для того, чтобы выделить этот разгон, я добавил кислотные синтезаторы. Ну и вот эти разгонные барабаны. И здесь, в этой части, у нас уже полноценно начинает играть бас. Добавляться всякие фоновые инструменты. Добавляются тарелочки, всякие хетики. Вот в этой части у нас появляются пэды. Мелодия фоновая. Переходная к той мелодии, которая будет играть у нас главной в яме. Здесь у нас меняются уже басы. Меняется гармония. Опять же, эта гармония не соответствует той гармонии, которая будет играть в дальнейшем. Но мне понравилось, как звучит. Поэтому почему бы и нет. Все-таки это творчество, ребят. Не забываем об этом. Опа, вход в яму. Чтобы яма не начиналась резко. И вступает главная мелодия. Опять же, все постепенно. Здесь главенствуют у нас пэды и главная мелодия. И вот эти самые мелодические добавки. В ударных у нас начинает играть брейкбит. Опять же, мелодия доигрывает. И здесь мы переходим к немаловажной части трека. Здесь у нас такой билдап. Разгон до дропа. Эта часть тоже очень важная. В каждом апплифтовом треке она есть. Строится она по достаточно похожей методике от трека к треку. То есть начинают у нас ускоряться ударные. Появляются какие-то элементы. И самое главное, что все начинает играть на одной ноте. То есть как бы на нейтралке. Бас начинает звучать вот так. То есть он не меняет свою тональность. При этом в мелодии я тоже поменял бас, чтобы он играл одну ноту. Соответственно, так же, как и на аккордах. Здесь у нас такая небольшая ямка. То есть затишье перед бурей. И начинает уже играть дроп в полную силу. Ну почти в полную силу, потому что полная сила у нас начинается вот с этого момента. Здесь тоже почти все играет, но некоторые инструменты добавляются. Например, райд начинает играть со второй части дропа. И вот здесь уже все начинается в полную силу. Максимум пауэр, максимальная мощь. Добавляется кислотный синтезатор. Тиби-303. Играет уже вовсю мелодические добавки. И вот здесь я постепенно убираю ударное. Делаю такую перебивочку. Чтобы выход из дропа был еще более интересным. При помощи фильтров, при помощи громкости. Мы выходим во вторую маленькую такую ямку. Которая склеивает трек с последней частью диджея выходом. Тоже вот здесь такая пауза. Пауза для контраста. И начинает играть у нас такой здесь диджей-выход. Та самая часть, благодаря которой диджей, собственно, сводит трек с другим треком. Здесь он начинает крутить свои ручки. Прибавлять второй трек. Убавлять, может быть, этот трек. Здесь, опять же, есть разгончик для того, чтобы диджея было веселее. И вот в этой части уже можно было бы свести. Потому что здесь играет уже гораздо меньше инструментов. Гораздо меньше играет мелодических инструментов. То есть, чем больше мелодия играет во время начала и конца трека, тем, в принципе, сложнее будет свести диджея трек. Особенно, если приходится сводить трек с треком, который играет в другой тональности. То есть, ладно, если они играют в одной тональности, пофигу. Мелодии друг на друга не насваиваются. Никакой дисгармонии не происходит. Но если совсем какие-то разные гармонии, не сочетающиеся друг с другом, тогда, конечно, это будет проблемно. И из-за этого, например, ваш трек могут не сыграть. Поэтому продумывайте всегда. Продумывайте всегда этот момент. И не пихайте слишком много мелодий в начало и конец трека. На исключение, ради что можно сделать для басов. Ну что же, вот так вот устроен Milky Way. Про структуру трека я рассказал, наверное, все, что мог. Если у вас после просмотра этого видео останутся какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Это первое видео подобного формата, на производство которого у меня ушло аж несколько месяцев. Монтаж такого вот двухчасового ролика отнимает очень много времени и сил. К тому же я занимался этим в свободное время, которого у меня, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И я искренне надеюсь, что видео было познавательным, интересным и полезным для вас. Опять же, жду ваше мнение в комментариях. А если вы хотите увидеть больше подобных разборов или видеоуроков по каким-то определенным темам, например, как накрутить крутую бочку в треке или сделать классные жирные лиды, то, во-первых, напишите мне об этом. А во-вторых, вы можете меня мотивировать и поддержать финансово. Например, подписавшись на мою страничку iMoon ВКонтакте и став Доном. Именно так называются платные подписчики ВКонтакте. И помимо того, что вы получите ранний доступ к видеоурокам, а некоторые видео будут доступны только для платных подписчиков, вы также получите доступ в специальный раздел «Только для Донов», куда я выкладываю в день релиза все свои новые треки и ремиксы. Вы уже там можете найти все мои треки за 20-й год в ва в качестве. Раздел постоянно пополняется. Помимо моей музыки, вы там найдете и другие эксклюзивные материалы, новости, превьюшки и, соответственно, видеоуроки там тоже будут. Так что, если у вас есть такая возможность, буду очень рад вашей подписке. Ну а если подписка не ваш вариант, то мне можно просто напрямую задонатить, например, на карту Сбера, на Киви или Яндекс по реквизитам, которые вы найдете у меня на страничке ВКонтакте или в описании канала на Ютубе. Ну и под видео я тоже оставлю реквизиты. Только смотрите, чтобы это не был какой-нибудь фейковый канал, перезаливка. Будьте внимательны, на Ютубе у меня есть такая вот нотка рядом с именем канала, которая, в общем-то, подтверждает мою личность. А на страничках ВК есть соответствующие галочки. Ну и не забудьте подписаться на эти все странички на Ютуб, ВКонтакте и обязательно включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать новостей. А на этом все, с вами был Александр Голушев, он же Аймун. Не болейте, будьте креативными и помните, мы верим в транс. Пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok